Сценария фильма «Кукушка в крокодиловой шубе» ой, в бухте, простите, Ксения Драгонская, ждира Евгения Алиса Киржевского. Сценария фильма «Кукушка в крокодиловой шубе» о студии «Вип-фильм», фильм «Дубна, два берега», режиссер Владимир Хизов. Представители гильдии киноведов и кинокритиков и посоветовавшись с Андреем Шемякиным, который президент нашей гильдии, мы решили вручить этот приз за фильм «Дубна, два берега» в номинации за активное продвижение туристического потенциала. И Владимир Голиков как продюсер дружественной организации, я надеюсь, что... Спасибо. Маленькое дополнение. Этот приз все-таки режиссером Владимиру Хизову. Кракон! 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 И все. Этот приз режиссеру Владимиру Хизову, потому что я его товарищ. К этому призу я не имею никакого отношения. У меня с удовольствием его и могу еще. Спасибо. Специальный диплом жюри самому оригинальному герою вручается Райану Чилкоту, автор цикла фильмов «Россия Райана». Фильм «Следующий рубеж». В документальном кино найти героя, обыграть историю является искусством. Райану это удалось. Главный герой фильма нас просто поразил. Я думаю, что если пару слов Райан скажет, это будет всем интереснее. Во-первых, я хочу сказать спасибо большое, потому что я был очень... Во-первых, очень приятно, что меня сюда вообще пригласили. Во-вторых, я был очень поражен качеством всей работы, которую я беру. Просто я думал, что так будет. Но действительно очень мощный фильм будет представлен всеми, как и фестивали. Также появилась некая персональная зависть. Я думаю, вы меня простите за это. Потому что была очень хорошая работа. Очень много хорошей работы. Ну да, ковбой, американский ковбой в России. Меня тоже удивило, что есть американский ковбой в России. Я даже удивился, что есть ковбой в будущем американце. Я не знал, что на самом деле они существуют в природе, а не в Голливуде. Но оказалось, они существуют. И они существуют в России. Я прочитал два года назад какое-то небольшое сообщение по интерфаксу о том, как открывается Ранч в Воронежской области. И это проект каких-то россиян и некому там Стивенсен, фамилии Стивенсен. Вот мы поискали в Гугле и нашли. Поехали. И, в общем, такой живой такой, ковбой. Здесь одет как положено, шляпе такой. Мы думали, ну это, конечно, мы сделаем новостной сюжет двухминутный. Но мы решили, что надо вернуться и сделать что-то подостойнее. И, в общем-то, интересно, вот как у него получается. Он сказал, что для тех, кто не видел, я очень только скажу, что сказал, что все то же самое, как Монтана здесь, даже пахнет навозом. Так что сказал. Я чувствую себя как дома, сказал. Вот, это хорошая история. Ну все, спасибо огромное. Бежите. Да, спасибо большое. Спасибо. И еще один специальный приз туристского сообщества. Приз выручается оператору фильма Дмитрию Былкову фильм «День вулкана» режиссер Андрей Днепровский. Спасибо. 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 У нас огромная страна, и начинается она на Камчатке. Ну, мы стараемся как-то. Представители культурной общественности, средств массовой информации и жители города Каменско-Уральского также учредили ряд специальных призов. Для вручения призов на сцену приглашается заведующий библиотекой филиалом номер 12 Центральной библиотечной системы заслуженный работник культуры Российской Федерации Надежда Ивановна Поплыгина. В номинации за сохранение культурных ценностей Отечества приз вручается автору и ведущей программы Пётр Столыпин-Середнякова Ольге Филоновой. Вот у меня тут куча. Я прошу прощения. Филоновой. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие наши гости! Я тоже буду... Не особенно приятно сказать о том, что Каменско-Уральский на сегодня, наверное, ещё десяток лет будет думать и вспоминать встречу с вашими замечательными фильмами, дорогие профессионалы. Самое главное в нашей жизни то, что вы нам создали такие условия, что мы путешествовали по России в течение трёх дней без всяких денег от западной границы до восточной или наоборот. И я уверена, что многие сидящие здесь каменцы обязательно воспользуются такой замечательной экскурсией и осуществят её вживую. Низкий поклон вам, дай Бог здоровья! Я по-настоящему оценила, что документальные кино в России лучшие в мире. И пусть оно будет всегда на первом месте. Во всяком случае у нас. Спасибо! Спасибо огромное Оргкомитету и жюри, которые уделили внимание нашему фильму. Это даже не фильм, а программа, которая выходила еженедельно в течение двух с половиной лет на телеканале «Подмосковье». И в честь юбилея, который был в этом году, одну из программ мы посвятили Петру Аркадьевичу Столыпину. И спасибо огромное за то, что вы нашего режиссёра в этом фестивале тоже отметили. Спасибо! Я приглашаю директора «Риммедиа» Сергея Николаевича Бутырина, который поможет вручить приз в номинации за сохранение культурных связей в постсоветском пространстве. Приз вручается продюсеров Арманду Лейберту за фильм «Дым отечества» режиссёры Станислав Кокшаров и Андрей Мамыкин. Нету?